Всем привет! Вы на канале Виктория. Сегодня я покажу вам свой заказ компании Арифлейм по второму каталогу. В моем заказе был крем Алоэ Вера. Очень приятный аромат у него. И питательный крем для рук. Кокос. Это новинка. Для сухой кожи рук. С кокосовым маслом. Масло это кокосовое давно известно своими уходовыми свойствами. Оно интенсивно увлажняет, питает кожу. И это очень важно в зимний период времени. Сам крем 75 мл. Оставляет такой легкий кокосовый аромат. Не сладкого экзотического кокоса, а легенький. Вот такой он жидковатый, я бы сказала. Прямо такая тающая текстура. Если по сравнению с Алоэ, Алоэ такой чуть прям тающий. Вот такие кремики. Дальше вышла новая коллекция. Дар Афродиты. Вдохновленная греческой богиней любви и красоты. Конечно, реклама была заявлена шикардосная. Вот такая это серия. Цветочно-восточный аромат с нотами флёрд-оранжа, золотого ириса, ваниля. Окутывает кожу нежной вуалью. Серия эта вышла в феврале, самом ароматичном месяце года. Как можно было пройти мимо такой серии? Красивое оформление, нежное. В серии гель для душа. Масло для тела. И спрей для тела. Заявлено, конечно, очень-очень красиво всё это. Я соблазнилась. На всю серию приобрела. Но аромат, конечно, очень-очень лёгкий и ванильный. Никакого намёка на восточный аромат здесь нет. И аромат серии вообще невесомый, как пёрышко, наверное, как изображённое здесь вот на упаковках. То есть, я бы сказала, что его вообще нет. Может быть, они его сделали специально, чтобы он был ненавязчивый, нежный. Но вот лёгкая ваниль и всё. Цветов я не слышу там. Ну, можно сказать, что вообще не слышу. Это уже Афродита обыграли название. Афро, главное, непонятно, а потом Дите. Тоже, как бы, интересный момент. Что это они хотели этим сказать? Значит, спрей для тела, он заявлен как для тела и для постельного белья. Я, конечно, его хочу испробовать для постельного белья. Действительно, аромат ненавязчивый. Буду пробовать на ночь этот спрей. Масло очень маленького объёма. 100 мл. Значит, наносить нужно на влажную кожу после душа. Впитывается. Я уже чуть-чуть его попробовала. Ничего особенного в этом масле. Наносила на влажную кожу. Впитывается быстро, не оставляет следов. Чуть-чуть, как бы, гладкая кожа увлажняет. Но эффект ненадолго. То есть, утром уже встал, как бы, не вау. То есть, не рекомендую эту серию. То есть, она меня по рекламе, как бы, захватила. Я захотела её попробовать. Но ни аромат, ни качество её. Гель, да, тоже я попробовала. Пена интенсивная, да. Но аромата ни в душе не остаётся. Ни после душа на теле этого приятного аромата. Ну, потому что я ещё и маслом воспользовалась. Не остаётся. Не буду больше брать. Дальше. В моём заказе ещё был заказ из праздничной ограниченной серии. Это серия «Искры любви». Это мыло. Я выбрала, там был крем для рук и мыло. Ну, много крема для рук я не стала брать. И решила попробовать это мыльце. Значит, мыло 75 грамм. Оно ароматизированное. В форме сердца. Такие, оно как прозрачное глицериновое. С мелкими-мелкими вкраплениями серебряными. Симпатично, конечно, будет оно смотреться в мыльничке. Создает праздничное строение. Ой, и аромат с нотами розового шампанского. Вот здесь я точно могу сказать, точно угадали. Это действительно розовое шампанское аромат. Классное. Дальше. Еще одна новинка из серии про любовь. Это косметичка цвета розового золота с серебристо-серым надписью «Лав». Ну, классная. Мне понравилась она. Молния такая с ленточкой. Молния и подкладка серого цвета. Размер этой косметички 20х12. Очень симпатичная. Мне понравилась она. Действительно вместительная. Будет что в нее положить. И, конечно же, как я могла пройти мимо нового аромата в этот февральский месяц, когда все для романтики, все для любви. Это новый аромат. «Арифлейм Экла Амор». Вот такая вот нежная розовая коробочка. На ней тиснение. Золотые рисунки видов Парижа. «Эфелева башня». «Элисейские поля». И флакончик. Такой он лаконичный, но очень-очень симпатичный. То есть, очень тоже розового мимимишного цвета. Очень приятно держать его в руках. Я думаю, что на столике тоже он будет симпатично, займет свое место. Это туалетная вода с легким ароматом, с нотами белой фиалки, белого ириса и сандала. Это цветочно-фруктовый древесный аромат. Аромат очень легкий, весеннего настроения, навеянный таким теплым весенним ветерком. Простой, ничему не обязывающий легкий аромат. Про любовь в моем заказе все. Еще у меня было в заказике двухфазное масло. Питает ногти и кутикулы. То есть, вот такое вот оно двухфазное. То есть, взбалтываешь и используешь его для ногтей. То есть, оно, кисточка такая силиконовая. Свежий аромат. Заявлено с натуральными маслами. Я раньше всегда в Арифлейм брала с маслом лимона. Мне очень нравился и был аромат лимона. Здесь, как бы, позиционирую, что это масло киви. Я, конечно, не знаю, какое у киви масло может быть. Но попробую и сравню. Сейчас уже Арифлейм с маслом лимона не выпускает. И последнее в моем заказе было на сегодня. Это крем для век. Королевский бархат. Он подтягивает кожу вокруг глаз. Уменьшает морщины. Вот так он выглядит. С носиком. Ну, я бы не сказала, что нет одушки. То есть, одушка, как у всей серии. То есть, под глаза обычно должно быть, конечно, крем должен быть без одушки. Я сейчас пользуюсь этой серией. То есть, у меня и молочко для снятия макияжа, и тонер. И дневной и ночной крем. И вот я заказала себе крем для век. Очень мне нравится эта серия. Я довольна. Поэтому приобрела еще себе и крем для век. Ну, а на этом на сегодня все. Мой заказ я вам показала весь. Поделилась своими ощущениями. Всем пока. До новых встреч на моем канале. Кому понравилось видео, ставьте лайк. Оставляйте комментарии. Буду рада новым друзьям. Подписывайтесь. Всем пока. До новых встреч. До новых встреч.